добрый день с вами опять алексей рытов и мы продолжаем наши видео уроки по 3d моделированию в онлайн сапре он шейп и сегодня мы сделаем вот такую вот чашечку ну казалось бы на одном из предыдущих видео уроков мы делали кувшин вот мы его делали вращением с последующим применением операции оболочки и выдавливанием выращивали ручку сбоку ну казалось бы какая разница кувшин или чашка но при всей внешней схожести здесь есть существенные различия давайте на них посмотрим для начала ну вот самое первое основное различие заключается в том что стенку этой чашки имеет разную толщину разных местах чтобы убедиться в этом включен к включим пожалуй section view разрез вот ну и вот видите что у нас получается толщина стенки меняется и вот здесь вот снизу есть такой ободок ну типа сошлифованный плоский на котором эта чашка может стоять вот для сравнения кувшин который мы делали операция оболочка имеет по построению совершенно одинаковую толщину стенки везде так работает оболочка вот второе отличие заключается в том как мы здесь сделали ручку ручка протянута по направляющей мы увидим как это делается и это позволяет сделать более богатые интересные формы ну чтож давайте начнем как обычно в новые детали делаем новый эскиз вот и я сразу же поставлю сюда осевую линию и кроме того проведу дополнительную линию вот такую не буду сразу ставить ее размер а поставлю ее размеру вот сейчас между осью и вот этой точкой обратите внимание так получается радиус будущей чашки а так получается диаметр именно этого то я и добивался что получился диаметр вот и используя сплайны мы строим внутренний контур этой чашки вот сначала у нас линии идет ровненько приходит куда-то вот сюда например вот ну тут надо обратить внимание на направление вот этого управляющего отрезка нам нужно чтобы он был на одной высоте с началом этой линии когда мы закрутим этот сплайн вдоль вокруг оси здесь не должно быть ни бугорка не наоборот выемки поэтому берем зависимость горизонтальности и ставим вот тут вот горизонтальность вот дальше как мы это делали в инвентаре я на минутку переключусь вот сюда вот тут тоже такая же штука мы сделали эту линию и затем мы ее сместили это у нас инвентар потерпите минутку мы ее вот так сместили и смещенная линия не является полноценным сплайном ее нельзя изменять независимо вот от исходной линии но и и в инвентаре можно преобразовать сплайн когда она преобразована в сплайн она отделяется от исходной линии и мы можем ее как угодно деформировать вернемся же обратно вон шейп здесь тоже есть такая же команда смещение линии вот но к большому сожалению я не нашел никакого способа эту линию отвязать вот тут есть зависимость совмещения сдвига но даже если ее удалить тут все равно нету никаких управляющих точек сделать с этой линии совершенно ничего к сожалению невозможно вот поэтому мы пойдем другим путем вместо того чтобы смещать эту линию мы ее просто скопируем control c control в вот так и используя вот эту перемещалку поднесем эту линию но более менее в нужное положение вот и теперь это отдельный независимый сплайн и с ним можно отдельно работать вот так но я немножко развязал отвязал друг от друга вот эти вот точки вот хочу сделать так чтоб можно было вот здесь вот еще и загнуть вот так вот и отрезать вот эту часть давайте это сделаем ножничками отрезаем вот этот кусок и замыкаем вот тут отрезком и также здесь используем дугу какую мы используем дугу вот такую дугу касательную и ставим касательно здесь тоже у нас получился почти что замкнутый контур ему не хватает только вот этого отрезка замкнули до получился замкнутый контур но в силу того что нам пришлось вот так вот вручную копировать и деформировать нижнюю нижний сплайн вот придется слегка его выровнять и закручиваем вот мы получили чашку она достаточно симпатичный выглядит вот теперь давайте посмотрим как этой чашки пределать ручки в любой из вертикальных плоскостей shift sn создали новый эскиз и нам нужно сделать сечение вот такое вот вот такое сечение и теперь опять таки сплайном делаем направляющую для ручки если вы помните когда мы делали кувшин то эскиз в котором делается контур ручки заходил вот сюда внутрь стенок сейчас мы этого не делаем мы просто проводим эту направляющую близко к стенкам вот и вы увидите как это сработает вот и очень важно следить чтобы тут не было очень резких перегибов все что может считаться резким перегибом мы пытаемся устранить линия должна достаточно плавной быть вот и теперь когда мы это сделали принимаем эскиз и создаем новую плоскость плоскость мы создаем по кривой и точке curve point выбираем curve кривую выбираем point так получилось у нас что-нибудь или нет я не очень вижу вроде как получилось значит уберу сейчас лишние плоскости вот и оставшаяся плоскость вот это как видите это правильная плоскость она перпендикулярно этой кривой в конце этой кривой и в ней мы естественно делаем новый эскиз вот и здесь рисуем какой-нибудь контур можно нарисовать что угодно кружочек эллипс но я нарисую вот такой шестиугольник например пусть это будет шестиугольник ну и давайте попробуем его протащить вдоль направляющей для этого имеется команда свит в эту команду нужно указать контур который протаскивается и направляющую вот команда могла на самом деле не сработать если или контур слишком большой или направляющая слишком сильно изогнута но в данном случае все прошло гладко нам не нужно больше сечения и мы видим вот такую вот ручку вот ну и нам остается только сопрячь ее по концам ну на 5 миллиметров она очевидно не сопряжется ну на миллиметр скорее всего нам разрешат на миллиметр тоже не сопрягается давайте попробуем еще раз пускай будет 0 5 миллиметров капризная операция сопряжения вот на пол миллиметра она сопряглось и я надеюсь что также точно сопряжется с этой стороны это раз и второе сопряжение которое хочу сделать это вот тут вот ну типа приварить на миллиметр приварить эту ручку к чашке бою что тут придется обходить вокруг весь этот контур и его весь прокликивать это не очень удобно ну чего не сделаешь ради искусства попробуем 0 5 ну не получилось чтобы улучшить немножко ситуацию я предлагаю вернуться вот сюда вот в контур который мы протягивали вот в этот шестиугольник вот и сгладить немножко сам шестиугольник тут в эскизе есть команда сопряжения она очень-очень большой радиусе взяла но я хочу сопряжена вот так легонько и точно также легонько сопрягаю и в остальных местах и мы посмотрим поможет это нам или не поможет вот так принять эскиз у нас перестраивается о видите что получилось стало меньше острых углов резких и соответственно у нас делались все сопряжения вот получилась такая чашка значит когда мы строили такую чашку в инвентаре то сумели закрутить еще и вот эту вот ручку она получилась витая здесь так не сделать к сожалению вот в этой вот операции свит вон шейп невозможно закрутить сделать витую ручку вот ну по крайней мере мы можем совершенно спокойно отразить относительно чего-нибудь вот включили плоскость и мы отражаем отражаем как фича мира отражаем вот этот свит и прилежащий к ним принадлежащие к нему сопряжение относительно вот этой плоскости но вот получилась такая чашка успешных вам чашек ребята и всего доброго